Музыка Очередная жалоба по телефону нашей горячей линии на отвратительное поведение и хамство водителя маршрутки заставила команду Центра защиты Одесситов отправиться на транспортное предприятие, обслуживающее 191 маршрут. Именно в автобусе этого маршрута отказались бесплатно обслужить инвалида. Моя жена показала удостоверение инвалида второй группы пожизненно и попросила водителя выпустить. Он отказался выпускать и меня не выпускал, хоть я уплатил за проезд. Провез две остановки, людей вообще не выпускал. Он начал ругаться там нецензурно, говорит, я не выпущу, все, нельзя ездить по удостоверению. Я такого незаконно не знаю, все, вот эти деньги, это просто люди уже начали поднимать, ну, сказал, что он две остановки не выпускал людей. Вот это он откроет, мы вышли. В составе в жалобу правозащитник Алексей Асауленко отправился на поиски АТП киностудии, где по идее должен работать провинившийся водитель. На городском сайте указан адрес предприятия – Одесская киностудия. Но на месте выясняется, что ни о каком АТП никто ничего не знает. Перевозчика здесь нет и не было. Приложив некоторые усилия, команда Центра защиты Одесситы все же нашла настоящий офис перевозчика. Но тут мы выяснили, что на самом деле 191-й маршрут обслуживает сразу два предприятия. И автобус, которым обидели инвалида, принадлежит другой компании. Это что за машина? А где они находятся? Это проводная. Я так понимаю, что может быть и другой... Как они называются? Коммунальная предприятия. Одесса, Горэлектротранспорт. Следующий адрес уже третий, по которому пришлось бы идти пожилому больному человеку, если бы не Центр защиты Одесситов. Коммунальное предприятие Горэлектротранс посетителю найти легко, а вот попасть внутрь уже сложнее. Калитка заперта. Можно кого-то или пригласить, или нас пустить? Жалобу хотели бы подать на водителя маршрутного такси, 191-го маршрута. Это же термальная. Ну, сказали, что тут есть часть, которая обслуживается. Тем не менее, мы находим кабинет руководителя КП, где Алексей Асауленко наконец может передать жалобу одесситов. Женщина инвалид по астрологии, показала удостоверение, ей нахамили, провезли лишние две остановки. Она обратилась к нам в жалобу, потому что вас не найти, и непонятно, когда нужно обращаться. А ты потратили несколько дней, чтобы вас найти. Простой человек, непонятно, как должен искать, во что вы подать жалобу. Нет, просто очень часто люди не верят, что можно позвонить, и что-то будет сделано. Поэтому, почитать, обратиться письменно. Люди звонят уже к нам и жалуются на маршрут. Но нам никто не писал, но... Но может, именно поэтому никто и не писал, что можно... Но все жалобы, которые там лично идут через меня, это расписка у его заместителя, который непосредственно с каждым телевидением составляет. Ну, я вижу его заместителя, что он не очень рад посетителям. Я тоже. Ну, если вы, как раз, вошли. Он нажимал, вы будете, вы будете, вы будете, вы будете, вы будете. Разберитесь, что я начинаю сестру будет, а вот это какого водителя, если факт, как родиться, мы его выберем совсем не вытекающим. Это, блин, приказ по предприятию, да? В конце беседы директор заверил, разберется с подчиненными в кратчайшие сроки и буквально на второй день сообщит о результатах, как именно наказан водитель. Однако спустя полторы недели после этого разговора никаких ответов мы так и не получили. Ни приказа по предприятию, который обещал показать Дмитрий Жеман, ни другой официальной информации от Горэлектротранса. Похоже, что не зря руководство КП так надежно прячется от посетителей, пытаясь выдать транспортное предприятие за режимный объект. Центр защиты одесситов добьется, чтобы нарушитель был все-таки наказан по закону. А остальные водители маршруток всегда вели себя вежливо и неукоснительно соблюдали правила перевозок. Мокрые стены и ползающие под линолеумом улитки. Ремонта стояка жители дома на Армейска-9 не могут добиться второй год. Из-за сырости начала осыпаться и штукатурка со стены. Ее пришлось полностью сбить. Тамара Витольдовна рассказывает, многочисленные обращения в пятый участок ЖКС-а Фонтанский не помогли. Коммунальщики приходят, но ничего не делают. Посмотрели, сделали вывод, что там за стеной уже не капает, а течет. Там день ведро воды уходит, понимаете. Значит, после этого они ушли. Проходит неделя, проходит еще время, я к нему прихожу, говорю, когда вы придете. Он подумал, говорит, мы придем в среду 17-го. Опять я упрашиваю всех жильцов, чтобы были дома. И думаю, они уже придут работать, все поприезжали. И вот эта соседка живет в центре города, в общем, все. Приходит опять этот сантехник, который с ним вместе смотрел. Они пришли опять посмотреть. Все ушли и все, больше ничего из них нет. То есть мужчины просто приходят, смотрят, приходят, собирают людей, смотрят дальше и уходят. Устав от бесполезных визитов коммунальщиков, женщина обратилась за помощью в Центр защиты одесситов. Компетенция сотрудников ЖК на лицо. Два года они могут установить причину течи. А при этом у одесситки просто-напросто разваливается стена, да и все. Для решения проблемы известный в Одессе правозащитник Егор Прокопчук отправился к директору ЖК Сафонтанский Николаю Непомещему. После визита правозащитника здесь заявили. К ремонту приступят уже на следующей неделе. Течет в стене стояк, участок не может уже год определить место течи. Собирают всех соседей, то раз, то два, то три по стояку вызывают с работы и не могут определить, где течет. А у женщины улицы по квартире лазят. Надо выходить в сторону, когда комиссионеры обовариваются всеми. Менять тогда полностью стоять. Давайте со среды. И кто-ли после выхода, мало ли, что может быть аварийная ситуация какая-то, со среды пришли. Центр защиты одесситов проследит, чтобы на этот раз коммунальщики не увильнули от своих обязанностей и приступили к замене труп. Напомним, что уже через год ЖКСы устранят. Правозащитники советуют. Чтобы избежать очередной коммунальной западни, необходимо научиться самостоятельно управлять своим домом. Как это сделать, вас научат в Центре защиты одесситов. Субтитры создавал DimaTorzok